Жительница Новосибирска Евгения Веленская не смогла обменять некачественный смартфон, купленный в магазине Smart Apple. В результате сибирячка самостоятельно обменяла гаджет на новый. Сначала ее обвинили в грабеже, а в итоге осудили за самоуправство. Обжаловать этот приговор пока не удалось. При этом длительное время она просила правоохранителей дать правовую оценку работы недобросовестного продавца. Но никаких недочетов в деятельности Smart Apple силовики так и не увидели. Эта история началась, когда сын Евгения Веленская купил iPhone 7 в салоне Smart Apple на Бориса Богаткова 266А. В декабре 2020 года мой сын, подросток, мечтал о новом телефоне. И мы с ним договорились, что ему подарком на Новый год будет новый телефон. И так случилось, что он купил телефон не там, где нужно. В общем, вечером, когда я пришла, мой ребенок сидит чернее тучи. Я говорю, что произошло. Он говорит, мама, телефон не работает. Следующие полтора месяца Евгения пыталась заставить продавца обменять неисправный аппарат. То, что дефекты ненадуманные, ей подтвердили и в сервисном центре. Но уладить конфликт миром не удалось. Это потом уже я узнала, очень много людей на эту удочку попадались. Продавцы заявляют о том, что это телефоны новые, что это настоящие айфоны. Почему они дешевле? Просто потому, что они напрямую идут с Америки, они не русифицированы. Ну, в общем, еще какие-то там сказочные истории рассказываются. Евгения нашла в интернете многочисленные нелестные отзывы о сотомаркете Smart Apple. И поняла, что добиться справедливости ей вряд ли удастся. Но она пыталась, пока директор магазина не заблокировал ее номер. Это было год назад, 27 января. Я пришла к ним в офис с ребенком со своим. Моего ребенка продавец прекрасно знала. Я попросила у нее другой телефон. Старый оставила, который сломанный. Взяла этот новый телефон. Попросила продавца передать привет своему начальнику. И ждала его звонка. Вместо этого Евгении пришлось объясняться с полицией. Ее обвинили в грабеже. В конце июня этого года Дзержинский районный суд вынес приговор. Действия сибирячки переквалифицировали на самоуправство. Ее признали виновной и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Веленская пыталась обжаловать решение, но безрезультатно. Мы требовали оправдательного приговора, потому что до сих пор я не понимаю, за что меня судят. Я пыталась в установленном законном порядке решить ситуацию с обменой неисправного телефона. В Роспотребнадзор обращалась, в полицию писала заявление. Нигде мне в установленном законном порядке не удалось решить свою ситуацию. Основных довода два. Первое это то, что сам потерпевший создал такие условия, при которых невозможно соблюсти какой-то порядок разрешения данного спора. Но в частности данный магазин не был официально зарегистрирован. В договоре не было указано ни ИНН, ни УГРН, ни иных идентифицирующих данных, которые позволяли бы моей подзащитной в установленном порядке обратиться в суд с иском за защитой своих прав. И второе основное довод то, что существенного вреда, который предполагается для квалификации самоуправства, в данном случае не было. Сейчас Евгения готовит касационную жалобу в вышестоящую инстанцию, а заодно продолжает поиски других клиентов смарт-эппл, которые остались недовольны качеством приобретенных гаджетов. К слову, внимание прецедента этот салон привлекал еще пять лет назад. В данную компанию я ехал перед Новым годом именно как в сотомаркет. Мне заверили, что телефоны все легальные, дали товарный чек и некий договор без реквизитов, без указания конкретного продавца. Буквально через неделю после покупки у трубки обнаружились проблемы, но сервисный центр в ремонте отказал. Не приняли ни на экспертизу, ни в ремонт. И сказали следующее, что данный телефон собран из китайских запчастей. С похожей, как под копирку ситуации, столкнулся и Сергей Другов. Купил iPhone 5. В телефоне стал шевелиться экран, появилась смятина и шевелилась панель задняя. Когда я спросил, что это такое, меня отправили в директору магазина. Приехав в магазин, директор не стал со мной разговаривать. Мы отправили претензию. Я нашел СИП, ИНН, УГУРН с фамилией у нее Литвинова. Пусть пишут в обращениях в полицию, а полиция уже разбирается. Если мы нарушаем закон, значит привлекают к ответственности. Если нас не привлекают к ответственности, отсюда выводят, что мы не нарушаем закон. Спустя пять лет мы побывали в уже знакомом офисе на Богатково. Журналистам там по-прежнему не рады. Мы журналисты телевизионной программы «Председент». Куда вы убегаете? У вас тут грабеж был недавно. Мы хотели спросить, как вас ограбили. По телефону, который якобы принадлежит Максиму Литвинову, а именно он значится пострадавшим в деле о грабеже, нам ответил не очень уверенный мужчина. Мы хотели бы задать вопрос в связи с уголовным делом Веленской. Вы Максим Литвинов? Ну, допустим, что если это я? Вы, допустим, Максим Литвинов. Вы имеете отношение к продаже сыну Веленской мобильного телефона? Нет. Продавец ведет таким образом свой бизнес. Я прекрасно понимаю, что на это и расчет. Что люди просто махнут рукой и ничего делать не будут, никуда не пойдут. Потому что называется себе дороже. Мы в удивительной стране живем. Себе дороже. Если ваши гражданские права нарушены, если ваше жизни и здоровье угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова